Ну что же. Нет, ну как. Я, конечно, очень люблю Юлины песни. И, в принципе, почему я запомнила, она настолько была яркая на фестивале. Как она взлетела на эту сцену, как она начала играть, вот эта улыбка с ямочкой, ну какая-то просто солнце какое-то необыкновенное. Я помню, что все замерли, все вот так вот смотрели. И она исчезла. Почему-то выступила, и больше мы её не видели. Но потом мы узнали историю, что, в общем, у неё было не до фестиваля. Они были вместе с дочкой. В общем, я её просто запомнила, и вдруг больше я её нигде не слышала, не видела. И на следующем фестивале, действительно, она только заходит, это солнышко улыбающееся. И я такая, о! И не знаю, как, не забыла, как её зовут, и просто показала она, да. В общем, нашлись, называется. Чему я очень, конечно, рада. Юля прекрасна, и песни прекрасны. Поэтому я здесь. Я очень тебя люблю, Юлочка. Ну, а сейчас я спою песню ещё одну, которую тоже написал для... Почему так много детских песен у меня про детство? Ну, кроме того, что детство, это вообще, это такое для каждой из нас такая веха жизненная. Наверное, оттуда мы питаемся свои какие-то силы. И это самое тепло, то, что накоплено, наверное, это всё идёт из семьи, от родителей. И это у меня всё было. И сейчас, слава тебе Господи, у меня пять внуков, все мальчишки. Да, я сюда вот. Я почему приехала к вам сюда? У меня рядышком здесь, в Москве, они живут. И я хочу старших с собой забрать в Балакова. Они очень просятся, потому что летом они проводят у нас, у бабушки, каникулы. А там ещё маленькие. Поэтому я даю возможность дочери немножко отдохнуть, разгружая её. Ну, это ладно. А теперь перейдём к песне, которая называется «Каникулы». Собственно, она автобиографична. Но сначала опять короткое стихотворение. Сидит у окна Просковья старая кочерга. Горюет о том, что ей не хватает семейного очага. Пишет письмо в газету. Пришлить ко мне внучат. А то у меня никого нету, некому докучать. На шее никто не виснет, не клянчит в варенье с утра. У пар на печке киснет, замешивать хлеб пора. Усыпалась вся мулин без детских прожорливых ртов. Скучает в пруду корась и глина, и полчик кумуров. Уж я-то к ним давно привыкла. Крапива горит в руке. На грядке оранжево спеет тыква для каш на молоке. По правде сказать, мне вовсе не надо бездельников этих гостей. Дорогая редакция, я буду рада. Пришлить ко мне детей. Детей прислали. Песня называется «Каникулы». Мама, ты не волнуйся, все у нас хорошо. Мы утром кушаем кашу с молоком и клубникой. То, что в сзадиных локтях, в клочья штаны. Но ведь это не страшно, мама, в начале каникул. А мы построили сами свой домик с крыльцом. В нем на окнах цветные висят занавески. Ну, ты бы видела бабушки на лицо. Ой, ты бы видела дедушки на лицо. Это театр пандомины, мама. Из древней фрески. Ну, мама, ты не волнуйся, все у нас хорошо. Давай, когда все лягут спать, поговорим еще. Я позвоню ей еще. Мама, ты не волнуйся, все в порядке у нас. Мы тут кормили козу колбасой и печеньем. Ну, вот соседка сказала, что козу нам не отдаст. Мол, коза вам не цирк, кроме орды. И не развлеченье. Ну, мама, ты не волнуйся, все нормально у нас. Ну, да, подстригли соседскую горшку, сметанку. Ведь мы хотели как лучше, но в этот раз Даже дедушка нас от угла не спас. А бабуля весь вечер пила валерьянку. Ну, мама, ты не волнуйся, все у нас хорошо. Давай, когда все лягут спать, я позвоню еще. И кое-что, что расскажу еще. Я вчера рисовал твой портрет на стене. Мамочка. Мама, ты не волнуйся, все у нас хорошо. Когда приедем домой, я расскажу еще. Я расскажу еще. Я все расскажу мамочке. Вот такая история.